Пошаговая инструкция по выгонке лука на зелень в домашних условиях и на участке. Добавить комментарий Ваш комментарий Популярные разделы цветы розы актуальны. Зимой популярные статьи. Поиск по сайту найти, что такое выгонка лука. Выгонка лука – комплекс мер по ускоренному выращиванию растения для быстрого получения зелени. Темп роста и качество продукции в значительной степени зависят от объема поступающих питательных веществ, что можно регулировать. Открытом и закрытом грунте. Какие луковицы для этого подойдут? Для выращивания лука на зелень подойдут головки осеннего урожая, сухие и здоровые, без повреждений. Лучшие сорта, самые большие урожаи дают многозачатковые сорта репчатого лука, которые имеют по несколько почек. Для проверки головку разрезают поперек и определяют их количество. У хороших экземпляров количество зачатков – 3 и более. Самые популярные сорта – арзамасский местный, среднеспелый, холодостойкий, повреждается луковой мухой, неустойчив к пероноспорозу. Бессоновский местный, раннеспелый, с двумя-тремя зачатками, головки округлоплоские, подвержен заражению ложной мучнистой росой. Ростовский улучшенный, скороспелый, 2-3 почки роста, холодостойкий, относительно болезни устойчивый, спаский, среднеспелый. Зачатков 7-10 в норме, вынослив в холода, но подвержен болезням и вредителям, черниговский, среднепоздний, среднезачатковый. Относительно устойчив к патогенам, повреждается луковой мухой. Средний вес посадочного материала – 30-50 грамм, диаметр около 3-4 сантиметра. Деформированные и проросшие тоже используют, но сажают отдельно. Способы выгонки лука на перо. Способы выгонки зелени лука делят на три направления – в воде, грунте и каком-либо субстрате. В грунте для выгонки на грядке высаживают репки диаметром 3-4 сантиметра весной, в марте, или осенью, в октябре. Для осенней посадки землю засыпают слоем перегноя, с наступлением тепла мульчу убирают и ставят над рядами пленочный парник. Средний расход посадочного материала – 10-13 килограмм на 1 квадратный метр. В воде для проращивания луковиц. В воде используют тару подходящего размера, воду комнатной температуры, с небольшим добавлением минеральных удобрений. Изготавливают подставку с отверстиями такого диаметра, чтобы головки ушли вниз и в жидкость опустились только основания. Для предупреждения гниения в жидкость подмешивают две таблетки активированного угля. Листья появятся через неделю, а спустя 10-14 дней часть урожая уже пригодна к срезке. В опилках опилки – вполне подходящий природный материал, который можно купить в зоомагазине. Перед использованием их обдают кипятком, проливают слабым раствором марганцовки. На дно контейнера укладывают влажные опилки и плотно ставят луковицы. Поливают по мере высыхания, несколько раз делают раствор из 10 мл перекиси водорода на 1 л воды. Повторно использовать опилки нельзя. В гидропонике гидропоника – технология выращивания растений без земли. Метод требует следующих приспособлений. Светонепроницаемые контейнеры с отверстиями в крышке, водонагреватель, компрессор. Раствор с удобрениями. Оптимальная температура в помещении – плюс 25, плюс 27 градусов. Луковицу располагают так, чтобы вода касалась только донца головки. Подключают водонагреватель и компрессор для обогащения среды кислородом на 30-40 минут. Первые 10 суток лотки держат в темном месте. Потом при недостатке естественного освещения устанавливают фитолампы. На 13-15 день начинают собирать урожай. Выгонка в открытом грунте. Лук на зелень в открытом грунте сажают мостовым или ленточным способом весной или осенью. Первый метод экономит место, так как севок размещают плотными рядами. На 1 квадратный метр уходит около 10 килограмм сырья. При ленточном способе делают бороздки на расстоянии 10-15 сантиметров друг от друга. Осенью дополнительно присыпают слоем перепревшей органики. Семенной способ используют достаточно редко. Он экономически невыгоден, так как урожай получают только через полгода. В теплицах для выгонки в рассадниках и теплицах есть ряд требований. Достаточное количество стеллажей на объем посадочного сырья. Дневное искусственное освещение не менее 12 часов в сутки. Система полива. Контроль температуры воздуха. Днем оптимальная температура. Плюс 18, плюс 25 градусов. Ночью плюс 10, плюс 12 градусов. Теплицы заняты посадками лука с октября до апреля. Последний посев – ранней весной. Субстрат готовят из торфа, перегноя, земли и песка в соотношении трех – одного – одного. Одна смесь годится для получения трех-четырех урожаев. Для экономии места сажают традиционным мостовым способом. Первую срезку начинают через 20 суток. Для бесперебойного выхода продукции сажают лук через каждые 10 дней. На подоконнике в домашних условиях для выращивания зелени чаще всего используют подоконники. Лук проращивают в воде или грунте. В качестве тары в ход идут специальные контейнеры, ненужные пластиковые лотки, банки с небольшими горлышками. Как разбудить лук на зелень? Сивок помещают на горлышко емкости или крышки из твердого материала с подходящими по диаметру окошками. Только корневую область погружают в воду, если слишком утопить, то начнется гниение. Грунт для лука подойдет рыхлый, с содержанием органики. В тару насыпают землю, полностью увлажняют и раскладывают головки на расстоянии 1 см. Слегка прижимают, но не заглубляют. Поливают по мере высыхания. Инструкция по выгонке лука на перо. Независимо от выбранной технологии выращивания посевному материалу требуется правильная подготовка, посадка, соблюдение режима полива. Подготовка луковиц сивок перед посадкой подготавливают, прогревают замачиванием в горячей воде до плюс 50 градусов Цельсия. Снимают всю шелуху, которая подается. Обрабатывают в растворе соли, 50 грамм на 1 литр воды, или марганцовки в течение 2 часов. Правильная посадка – последовательность действий. При посадке срезают верхушку у непроросших экземпляров, меньше 1 четвертой от высоты. Раскладывают по поверхности грунта, углубляя только область корней. Поливают водой комнатной температуры. Уход поливают умеренно, не допуская застоя влаги, так как это провоцирует гниль. Сухую корку на земле рыхлят, листья периодически опрыскивают. В жару поливают 1-2 раза в сутки. Подкармливают после каждой срезки азотным удобрением, например, мочевиной или нитромофоской, из расчета 1 грамм на 1 литр воды. Оптимальные условия лук – холодостойкая культура, ему достаточно плюс 18, плюс 20 градусов Цельсия для нормального развития. При плюс 30 градусов Цельсия его рост прекращается. Оптимальная влажность воздуха – 70-85%. Большинство сортов лука светолюбивы, для выгонки нужны 10-12 часов непрерывного освещения. При его недостатке побеги будут бледно-зелеными или желтыми. Болезни и вредители мучнистые рососпоры находятся на репках, которые внешне не отличаются от здоровых. Проявляется через 2 недели после высадки белым налетом. Предварительное обеззараживание посевного сырья и внесение азотных удобрений с фосфором значительно снижают риск развития грибка. Мозаика лука вызвана вирусом, который переносит тля и нематоды. На листьях появляются пятна с прожилками, затем заражается вся луковица. Пораженные растения удаляют. Луковая муха поздние сорта страдают от нее больше всех. Для борьбы с луковой мухой поливают землю, не попадая на перья, солевым раствором в пропорции 2 грамма на 1 литр воды. Процедуру повторяют от начала роста листьев до сбора раз в 2 недели. Стеблевая нематода – тонкие белые черви, которые питаются соком растения. Обработка посадочного материала водой плюс 40, плюс 50 градусов Цельсия убьет личинки. Как ускорить рост лука на зелень? Вымачивание в горячей воде – самый простой способ заставить лук быстрее расти. Будет полезным сразу же подержать сивок в разбавленном соке алоэ. 1 час л. Меда в 0,5 литра воды также даст положительный эффект. В любом растворе замачивают сивок на 10-12 часов. Применение стимуляторов положительное влияние на рост лука окажут стимуляторы после высадки поливают раствором гетерооксина. Для наращивания корневой системы. Всходы опрыскивают эпином по инструкции. При необходимости обрабатывают оксиогуматом, который стимулирует развитие даже самых слабых растений. Особенности зимней, весенней, летней и осенней выгонки. Зимой на выгонку рекомендуется брать раннеспелые сорта. Обильный полив будет вреден, поскольку спровоцирует гниль корней. Особое внимание уделяют освещению и обогреву. Весной и летом начинается сезон лука для открытого грунта. В ход идут сорта разного срока урожая. Высадку проводят с интервалами, чтобы срезка зелени была постепенной. Поскольку отопление и досвечивание не требуется, себестоимость овощей будет ниже. Осенью закладывают грядки лука на будущий год и переходят к тепличному возделыванию культуры. Сбор урожая срезают зелень, когда перо достигнет 25-35 см восточной долготыину. Если будет больше 40 см, то она начнет увядать. Начинают собирать урожай по краям, так как там обычно самые зрелые экземпляры. За два дня до планируемой уборки полив прекращают. Выгонка лука в промышленных масштабах. Бизнес по выращиванию зеленого лука всегда актуален, спрос на товар есть круглый год. Продукцию можно получить даже в суровом климате, а четкое соблюдение правил посадки и ухода минимизирует потери. Рентабельность такого бизнеса, экономическая эффективность выгонки лука на перо в первую очередь зависит от сезона. Летом она составит 50%, а зимой снизится до 30% за счет трат на обслуживание теплиц. Но если найдется хорошая точка сбыта, то рентабельность может вырасти до 200-300%. Максимальные цены приходятся на апрель и июнь, перед праздниками также наблюдаются скачки продаж. Для начала стоит посадить пробную партию в августе-сентябре и попробовать реализовать проект. Удачный результат окупит вложение и даст возможность для масштабирования. В заключении лук, растение неприхотливое, успешно культивируется на грядках и в домашних условиях в разных емкостях. Отбор лучших экземпляров для посадки и соблюдения агротехники гарантированно окупит трудозатраты. При планировании бизнеса по продаже зеленого лука первоначально оценивают спрос и планируют объем продаж. Watch this video on YouTube.